Друзья, всем привет! Дим Димыч из Дубая на связи. Сегодня отдаю свой Тегуан арендный, пришло время его отдавать. Моя машина готова, сегодня меня машины. И мне нужно перед тем, как отдать арендную машину, ее помыть и заправить. Такой был договор. Мы проверим все царапины, чтобы никаких дефектов не было. И вот хочу вам показать процесс мойки в Дубае. Она здесь, по-моему, она дешевле, чем в наших странах в СНГ. И это все намного быстрее. Здесь это поставлено на поток, так как Дубай это автомобильный город. И вот я пользуюсь автоматической мойкой. В свою очередь будет это выглядеть вот так вот. Вот BMW сейчас моют. Ну, плюсы и минусы автоматической мойки наверняка вы знаете, если вы автомобилист. Но вот для арендного варианта вот то, что надо. Это быстро, реально 15 минут и машина готова. Плюс они моют так же и в салоне, все вытирают, натирают колеса. Вот. Но если вам нужна, естественно, более такая детальная мойка, там диски хорошо потереть или что-то еще, то рядом есть такой же бокс, вот туда вы заезжаете, и там уже человек руками моет вашу машину. Занимает немножко, минут на 20 больше времени, но зато машина идеально чистая. Также есть здесь мойки. Это все происходит на заправке. Вот просто на обычной заправке вы заезжаете. На каждой заправке есть мойка. Если заморочиться, то можно свою машину еще более качественно помыть. Это будет стоить, наверное, раза в 3-4-5 дороже. Это есть специальные компании, которые занимаются. Они могут приехать к вам домой, возле вашего дома помыть машину. Либо же вы отвозите машину, вам делают там мини-детейлинг, скажем так. Но это еще такая, это просто называется глубокая мойка. Детейлинг это вообще другая история. Ну, в общем, с мойками машин тут вариантов много. И вот уже сейчас моя очередь заезжать будет, я сейчас оплачу. Стоит такое удовольствие 10 долларов всего лишь. Ну, это салон плюс кузов полностью с полировкой, с вытиранием. То есть вы ничего не делаете. Вот, напишите в комментариях, сколько в вашей стране стоит такого плана мойки. И вообще, как цены от и до. Вот. Тут потолок, наверное, ну, хорошая мойка. Не детейлинг. Будет стоить, наверное, 80 долларов специальной компании, которая вот прям качественно, качественно у вас помоет. Итак, вот. Далее команду можно заезжать. Заезжаем. Первым делом вот такие мышечные струи обдаются машину по бокам. Собивается первый слой грязи с колес, с боков и так далее. Вот, нужно было всегда остановиться. И все. Дальше идет автоматический процесс мойки. Хороша у нас водичка. Так приятно, интересно, если внутри за этим всем наблюдать. Сейчас где-то тут пена должна прийти. Ну вот, пока что вам покажу такой тигуанчик. Я на нем ездил. Машина нормальная, но не мой тип машин. Вот. Начиная от того, что он выглядит немножко как каблучок. Мне не очень такой формат машины нравится. Мне уже либо седан полноценный, либо уже полноценный джит. Как-то привычнее к такому плану. Такого плана машины мне. Вот. Что по минусам для себя я выяснил и по плюсам. Давайте я вам расскажу по-быстрому. Ну вот, то, что вот эти вот воздуховоды, ну они реально, я не знаю, может мне как-то, но они просто дуют в глаза. Ни один из них не регулируется так, как надо. Кроме того, они еще тут сломаны. Вот так. Ну я их-то как-то настроил, направил, но все равно они просто дуют в глазах. Хорошо, что я езжу в очках. Вот. Ну это просто неудобно. И эти тоже вот с этой стороны. Все остальное, в принципе, обычный Volkswagen. Ну, подлокотник. Хотелось бы, конечно, может под мой рост повыше. Вот тут как-то так. А, вот. Нужно повыше поднять, но все равно он какой-то маленький. Как-то... Не так, как хотелось бы. Тут такой напор дальше. Я не испугался. Обязательно надо проверять окна. Чтобы не залилась вода. И люк, если у вас есть. Вот. А так, что по Volkswagen? Тут все стандартно. Вот такая магнитола. Самая базовая, самая днищенская. Но, тем не менее, здесь, тут в машине есть парктроники. И показывается расстояние до перкасты. На монотонном дисплее. Как-то работает. Ну, вот. Что еще тут? Машина, на самом деле, вот хоть и двухлитровый двигатель здесь. Он бодрый. Ничего не скажет. Здесь полный привод. Но в моей машине, в Nissan Pathfinder, двигатель 3.5. И по расходу бензина они одинаковы. Что здесь вот. Вот средняя. 12.2. Что у меня примерно так же. Там 12.5 может быть. Ну, так у меня зато намного мощнее мотор получается. Намного больше удовольствия. Тяги от него. И всего остального. Ну, более приемистый такой. Есть блютуз. Ну, стандартно. Тут все автосвет. И свет также еще подсвечивает зоны, если вы поворачиваете куда-нибудь. Вот. Если вы рулем рулите. Мы уже закончили. Выезжаем. И последний этап. Это вот такие пушки. Они обдувают просто воздухом. Сдувают лишнюю воду. Вот, видите. Можно постоять. Там есть таймер. Вот там вот таймер. Часики показывают. Вам, наверное, не видно. Целую минуту вот можно стоять. Она дует. И хорошенько водичку сдувают. Все этапы мойки вам покажу. Потихонечку вот так я проезжаю. Сильно не буду сдавать. Потому что все равно сейчас будут машину протирать от влаги, ребята. И, ну, по-влажному им, наверное, легче протирать. Ну, мне так кажется. Когда я мыл машину, всегда лучше мыть влажную машину, чем она будет суха. Дальше вот пока я стою в очереди, человек проходит по очереди все машины и протирает от влаги. То есть первый раз он протирает, потом уже будет окончательно... Ну, то есть он убирает всю лишнюю воду, которая, как бы, ну, явно лишняя. Вот. И там хром проходится. Ну, пока он натирает. Давайте еще расскажу, что в этом Volkswagen есть функция автохолд. Это реально крутая штука. У меня раньше в машине такой не было. Ну, идея в чем? Наверняка вы знаете. Вы, если едете в драйве, вот так подъезжаете на перекресток. Вы тормаживаетесь полностью, отпускаете педаль тормоза, и автохолд удерживает вас на месте, то есть машина никуда не едет. Нажимаете на газ, автоматически машина это понимает, и отпускает тормоза все, и начинаете движение. Очень удобно, чтобы не держать всегда ногу на тормозе, в пробках, либо же на перекрестках, потому что перекрестки в Дубае реально долгие. Также здесь есть электроручник. Просто кнопочка вверх-вниз. Он еще и к тому же автоматический. Если вы поставили на паркинг и стегнули ремень безопасности, ручник втыкается автоматически. То есть вот такая электроника Volkswagen. Но по комплектации тут, естественно, ничего нету. Видите, весь ряд кнопок пустой. Хотя здесь могло бы быть и люк, мог бы быть, и камеры, и так далее. В общем, ну арендная машина. Самое главное, что тут есть, самая крутая функция, это круиз-контроль. Он находится вот здесь вот. Вот кнопочки вверх-вниз и включить-выключить рычажок такой. Если сравнивать с японцами, то на японцах это реализовано вот тут вот прям на руле. Мне кажется, на руле это удобнее, потому что вот эта кнопка выключить круиз или сбросить, она, ну, реально неудобна. Тут вообще-то, как бы, переключатель поворотов, и чтобы сбросить что-то, ну, либо тормоз нужно сжать, что не всегда, как бы, удобно в дороге. Либо же вот этот рычажок дергать, он такой туговатый, и, ну, как бы, не по кайфу. Вот, тут он с памятью, то есть подхватывает заданную скорость, когда вам это необходимо. В общем, тут функция удобная, ничего не скажешь. Автосвет, который, если поставить, ну, типа, выключить, нихрена он не выключается, все равно габариты у машины светятся там, в своей жизни живут автоматически. Но тут есть крутая тема, как я уже говорил, если поворачиваете руль, включается, допустим, левая противотуманка и подсвечивает вам зону обочины. Вот так, очень удобно на каких-то паркингах, если вы паркуетесь в темноте. Иногда помогает. Ну, пока мы стояли уже 12,3 расход подрос. Вот подошла моя очередь. Накинулись на мою машину втроем. Протирают стекла изнутри и снаружи. Полируют внутри. Ну, легкая полирольная пластика они делают, чтобы не было всяких разводов, всяких жирных пятен на ручках, на руле и так далее. Будут натирать колеса, чтобы они бластели. Также продувают все щели, пылесосят, отодвигают сиденья, открывают багажник, полностью все там пылесосят. Вот, видите, человек сел, натирает пластик. Как бы вот так это все происходит. Ну, вот по времени, сколько я снимаю видео, вот с такой скоростью и моется машина. Это все очень быстро, но реально. И хорошее качество, я вполне доволен. Свою машину тоже здесь мою, и меня здесь они узнали, говорят, типа поменял машину или нет. Говорят, у тебя же была другая. Вот. Так что меня здесь уже помнят. Ну, заправка рядом с домом просто. Вот. У них здесь пылесос промышленный. Ну, всякое такое. Вот. Ну, что сказать вам, друзья? Все это, конечно, хорошо, но на самом деле работка так себе у ребят, потому что, ну, это сейчас вот можно находиться на улице. А вообще, ну, здесь, представьте, 40-45-50, это все нагревается. Это просто по открытым небом считать. Ну, крыша есть, но не спасает поверхность. Это влага постоянная. И что самое такое вот для меня неприятное, это тут шумно. Шумно, жарко и грязно. Ну, так себе работка, поэтому я всегда ребятам тут оставляю чаевые. 10, 15, 20 дирхам. Вот. Всегда отдаю им. Чтоб они меня помнили, наверное. Ну, и чтобы работалось повеселей. Вот такой тигланчик. Вот видите, какой он формы. Вот у него немножко зад, мне кажется, повыше, чем вперед. Напоминает форму каблучка или сапожка. Вот что-то такое. Вот тут доставщики. Потом поеду заправиться вот сюда. Заправлю полный бак и буду отдавать мужчину-хозяину. Вот так он выглядит спереди. Вот эти противотуманки, они подсвечивают обочине, о которой я говорил. Вот такая машина 2015 года выпуска. Он бодренький вообще. Минимальные у него повреждения есть. Просто вот такие вот поцарапки небольшие. Это все зафиксировано на фото с хозяином, чтобы он ко мне по какому претензию не имел. Я нигде машину не поцарапал. Я водитель аккуратный. Самое интересное, вот он начал ржавееть. В Эмиратах обычно машина не ржавеет, но... Но вот Volkswagen поржавел. И со стеклом у него что-то произошло. Оно как начало чтобы расплаиваться или в заводской слой тонировки там как-то плохо все ведет. Но тем не менее. Машина городская, удобная. Вот наферуют колесики. Будут вот так блестеть. Вот. Ну он подкрашен из-за Тигуан. У него были аварии спереди. Я у хозяина уточню. Вот так. Thank you. Все, закончили мыть. Видите, как быстро. Все, я уезжаю. Thank you so much, guys. Have a nice day. Have a nice day. Wow. Отодвинули сиденья непривычно. Сейчас. Заводимся и быстро я уйду отсюда. Потому что за нами уже очередь. Так. Вот ручник. Самое неподходящее время сработал. Так. И заправимся. Я поеду заправиться. не знаю, с какой стороны баг. С правой стороны. У меня слева. Я все время путаюсь. Тут с правой стороны и вот тут свободно. Вот так вот. Тут тоже вся оплата с картой. Выходить из машины никуда не надо. Все вообще очень удобно сделано для людей. сиденья. Они мне сбили настройки. Теперь устроиться не могу. Мне эта машина не очень подходит по росту, если честно. Я сижу как-то как-то не так, как хотелось бы. ноги сюда не очень хорошо влазят. Вот. Ну, конечно, по городу окей, но на дальние расстояния в моем Ниссанчике будет поинтереснее сидеть. Сиденья не такое. Не такое широкое, а плечи не так ложатся на сиденье. Ну, ничего. Так, подъехал я на свободную колонку. Цена за бензин, сейчас вам скажу. Цены на бензин, друзья, 95-98, и дизель. Поставьте на паузу, переведите в доллары. Вот я заправил до полного бака 142 дирхана у меня получилось. На всех заправках есть 95-98 и называется Special и Super. Говорите либо Special, либо Super, чтобы не путаться никогда и иметь удовольствие. Все, я заправился, расплатился, сходимся, едем. Вот здесь живет немец, который мне давал машину, здесь райончик вот такой вот, посмотрите. Сейчас будем ехать, покажу вам более подробно. Вот я припарковал, сейчас его ждем, отдам ему ключи. Отсюда меня забирают Женя, мой друг. Вот он. Он арендовал тоже себе машину, наверное, вам ее чуть позже покажу. Hyundai Accent 2023 года, да, модельный ряд. И в чем прикол этой машины, в том, что у него пробега всего лишь 490 километров всего. Где уже 300 проехал? Это уже Женя 300 проехал, вот 490 всего. Это новый автомобиль. Можете себе представить? Хотите обзор на новый автомобиль? Пишите в комментариях. Вот тут вот такая обстановка внутри, такая магнитола. Вот задний ряд сидений. В общем, вот так мы ездим. Значит, вот такой Hyundai дали Жене по временному пользованию. Вот так он выглядит. Обновленный. Более агрессивный у него такой бампер, фары. Раскосый такой. А сколько тут мотор? 1,6. 1,6. Полный привод? Турбо? Да. 2, 2. 2 турбо, полный привод, еще запасное колесо в багажнике. Вот. Что тут у нас пишут? Вот, модельный год 2023. Всего 490 километров пробега. Не 490 тысяч, а 490 километров. Покажи, как раз. Ничего, не подкрылков, ничего нету там. А, да? Не, ну тут есть какой-то пыль. А там и не надо. Не, ну зато антикор, смотри. Смотрите, антикор какой. Это GCC спецификация, это для стран Персидского залива, чтобы не пескоструила. Они идут усиленные, обработанные, с большими радиаторами кондиционеров, там, с производительными. С большими радиаторами, чтобы не перегревалось ничего. Такие мужчины. Женя уже это носился, вся грязная стала. Есть парктроники, камера заднего вида и нормальная мультимедиа. В Тигуане такого не было. Но это 2023 год. Вот. Компания Logic предоставила свои услуги. Но нету кнопки открывания багажа. Из салона только. Вот 1.6. он приехал уже владелец машины. У него все Volkswagen, он сам немец, у него все BMW, 15 машин. Так что, наверное, мы не будем ему говорить, что Volkswagen не понравился. то он обидится о нас. Ладно, пойдем отдавать. Редактор субтитров Эксперт Корректор А.